Холодный квасок, жара плюс 30. Ребята, мы в Крыму! С вами Кот, Лёха, и сегодня мы направимся на территорию завода Гидроузел. Гидропроект. Простите, примечателен он тем, что если вы смотрели наш выпуск с Дагестана, с завода Дагдизель, с его 8-го цеха, здесь есть точно такая же штука. Цех, пусковая станция, откуда запускали и испытывали торпеды. В общем, будет интересно, смотрите до конца, новый выпуск, погнали! Манящий, скрытый от глаз завод Гидроприбор. Это старейший российский производитель морского подводного оружия. Засекреченный до 1992 года, он перешел в частную собственность в конце 2007-го. В 1911 году началось строительство пристрелочной базы на мысе Киик-От-Лама в поселке Орджоникидзе в двухякорной бухте, как полигона для испытания самоходных мин, который превратил курортный поселок в запретную зону. На заводе изготавливались 18 типов тепловых торпед – воздушные, кислородные, перекисноводородные, на унитарном и твердом топливе. Также проходили отработку из самой грозной торпеды калибра 650 мм и все модификации ракеты-торпеды «Шквал» с невероятно высокой скоростью в 350 км в час под водой. Здесь же производилась уникальная аппаратура для атомных субмарин. На заводе был создан еще один секретный цех – филиал Свердловского завода «Гидроаппарат» по сбору ракет «Вода-вода», «Вода-воздух» и «Вода-земля». Всего на территории завода было 5 цехов, и каждый занимался своим делом. Постройка, вынесенная на 200 метров от берега в пределах бухты в сторону открытого моря – это пристрелочный павильон «Лотос». Здесь совершали пробные пуски торпед без взрывных веществ. Здание с пусковыми шахтами. Сюда по рельсам закатывали торпеды для пристрелки и испытаний. Сам завод до наших дней хранит следы секретности. Колючая проволока вокруг территории гидроприбора ранее была под напряжением. Сейчас же от нее остались только ржавые мотки. Но таблички с предупреждением «Запретная зона» все еще стоят на своих местах и создают определенное трепетное напряжение при подходах к данному заводу. В 1941 году поселок был оккупирован фашистскими захватчиками, а сам завод эвакуирован в Дагестан на территорию завода «Дагдизель». Выпуск оттуда вы также можете посмотреть на моем канале, ссылка в описании. После отступления завод был полностью разрушен. После окончания войны началось возрождение военного завода и всего поселка. После распада Советского Союза, после 90-х годов, объем заказов на испытания торпед стал резко снижаться. Чтобы сохранить завод, на нем стали налаживать производство товаров народного потребления, изготавливать сувениры, игры, лото, домино, спицы для вязания, расчески для волос. Различные брелоки делали консервацию и даже растворы набрасыватели. Однако это не спасло завод. Сокращение рабочих мест, задержка зарплаты привели к закрытию предприятия. Сейчас это частная собственность. Но не вся территория. Все же пара секретных цехов, которые работают и никто не расскажет, что там делают, на территории все же присутствуют. Сам завод «Гидроприбор» сейчас базируется в Санкт-Петербурге, а здесь, можно сказать, его небольшой филиал. Сейчас на месте завода расположился яхт-клуб. Лучшего места, наверное, и не найти на всем побережье. Огромная территория, свой мини-порт и большое количество недвижимости. Та-да-да-да. Мы точно туда приехали? Закрыто. По виду это было как-то заброшено. Но есть лайфхак, как попасть на охраняемую территорию военного завода. Тем более того завода, который вроде как не действует как военный завод. Здесь есть тупо экскурсии. Мы попробуем присоединиться к экскурсионной группе и в рамках ее осмотреть территорию. И если получится, немножечко потеряться. Таков наш план. Получится ли у нас, смотрите до конца. А вот, собственно, цеха внизу стоят. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» не знаю замок висит проверять лежать ли там до сих пор секретные штуки мы конечно же не будем мы нет мы не такие не такие и обычное зрелище надо сказать садам хусейн в крыму но на самом деле ребят здесь прикол в том что здесь снимает кино здесь очень много снимает кино и эти декорации идеально подходят для про сирию про афганистан снимает ну как видите могут подошли к одному из корпусов чем близко здесь у нас можно заглянуть внутрь посмотреть что там там внутри вас стандартная разруха хотя что-то еще конечно осталось вон там котельная вон там вон у которой мы были сейчас мы спустились пониже мы пока еще как вы слышите по голосам на заднем плане все еще идем составе экскурсионной группы но мы попробуем попробуем показать вам что-нибудь эксклюзивное ну магия кино смотрите прям арматуру есть да все как положено но если присмотреться вот сюда это все будто афория как вот залог настоящий был когда-то замочки висят как видите на открытой двери есть всегда мы же как-то находим я думаю в этот раз получится остались мозаички какие-то наверху в плиточки остатки цивилизации древней все это амперметр а это у меня до фонарь стрелочка даже ходит кстати народ про фонарь мой несменный армитек если заказал уже новый армитек флагман их участка артиночка вылезет увидите что это фонарь очень довольна этой фирмы и вам рекомендую по прежнему промокоду злой код по ссылке в описании вы можете получить хорошую скидку если захотите себе прикупить их продукцию реально рекомендую крутые фонари делать давайте пойдем посмотрим теперь внутрь нам открыли дверь есть и плюсы хождения вместе с экскурсией остались тут какие-то еще лампочки то ли стенд то ли еще что то такое образцы различные смотрите чертежи документация с какими-то записями отметками пульт управления по у книга 2 всего 2 магнитные ленты кстати еще один плюс хождение с экскурсией можно всегда спросить хочу здесь было не у вас спрашивать чтобы в комментариях написали что здесь было вот эта лаборатория вот этот малый бассейн который вот там и темная часть была да где уже работали с боевым головой то есть если она была причина отклонения а это лаборатория ага вот она что это здесь была лаборатория где боевые части торпед разбирали корректировали вносили какие-то изменения смотрите такие ниши вот как раз были в помещении там он этот амперметр лежит здесь судя по всему вот швеллер остался здесь балка была да вам ее выпилили конечно же здесь был механизм на котором подвешивалась видимо торпеда она как туда опускалась здесь работали с данными назовем это назовем это так боевыми изделиями симпатично выглядит красиво так по так и не скажешь если не знать что это был какой-то военное производство военный объект очень даже очень симпатично ну конечно же 90-е не пощадили за медью и за металлом тут как видите в общем-то охотились повыпиливали его до того как сюда посадили охрану пойдемте дальше помещение тоже не менее интересно здесь вне вентиляционная установка для работы точных приборов воздух поступал очищался и так далее вот вот это специальное помещение в котором поглощался звук в общем то вы можете видеть вот по этим панелям на стенах изначально это помещение было предназначено и оборудовано для суперкомпьютера насколько это позволяли технологии того времени по мере развития электроники помещение было переоборудовано в звуковую студию тут торпеды обучали слышать свой чужой так смотрели лабораторию и вот это вот оа суп видите у вас суп написано комнату эту безэховую там сам сама площадка для запуска торпед вон она и сейчас мы идем у нас на пути будет жилой комплекс где жили собственно те кто здесь работал служил для сотрудников на территории построили несколько двухэтажных домов в которых они жили семьями второй этаж был жилым на первом был детский сад а подвальный этаж являлся пекарней очень удивляет продуманность для жизнедеятельности людей чтоб все было под боком и не тратилось лишнее время здесь был магазинчик магазин стол заказов а стол заказов тут написано ой совсем выгорело здесь на территории завода можно было что-нибудь прикупить смотрите вот тут прям за углом этим магазинчиком расположилась очень любопытная штука это не что иное специальная емкость для транспортировки торпед по данной территории видите вот в этих штуках торпеды возили тут кусочек выпилили она пустая внутри туда внутрь загружалась торпеда ее перевозили по территории из цеха в цех ну и к месту запуска вот это правда современный такой ну как современный колхоз которую здесь наверное изначально не было потому что эти же емкости потом используют для того чтобы воду в дачной поселке поблизости перевозить ну как по сути это просто большая бочка но выглядит круто посмотрим что еще и здесь еще один жилой дом где-то даже знаю видно вам или нет там градусник висит старый еще советский ртутный термометр ну и видок здесь конечно красивый сейчас подойдем к побережью покажу общем-то остатки периметра на виды конечно красивейшие там кстати внизу на диски пляж если вдруг кому-то интересно но мы двигаем дальше на территории говорят есть музей давайте в рамках видос из одной музея посмотрим хотя хотелось бы конечно цеха ну и не только цеха но и саму пусковую станцию я думаю мы до нее тоже доберемся там рядом с ней сейчас яхт-клуб официально вполне существует себе там яхты стоят но вы видели на кадрах какая лесенка вниз притаилась тут ого мужское общежитие рядом с мужским общежитием вы можете видеть такой кубик бетонный это не что иное как бомбоубежище такое маленькое совсем чтобы люди которые здесь проживали могли там случае обстрела укрыться вот а вон там живое здание им которому проходили так ну вот она бомбоубежище смотрите остатки герма двери такое прямо на совсем небольшое я сказал миниатюрная тут вообще одна комната а здесь нет ну вот здесь есть небольшое помещение еще какой-то остатки оборудования узел связи с посмотри вообще мегам мелкие помещения фильтры для чистки воздуха ну потом дальше она там дальше видимо комната для для самых самих укрываемых кстати на обратите внимание сверху он очень высокий а здесь прям очень-очень низкие потолки представьте себе какая толща бетона над нами то есть это вроде как небольшое строение с виду выглядит он не подземный бункер аккуратно тебя под ногами но офигеть его не заметил как он тут оказался бедолагу ничего то с этом видимо он помирать на сюда пришел жалко . все нехорошо чувствует а может быть просто здесь просто охлаждается ладно не будем тревожить песика пойдемте надеемся что они все будет хорошо опять жара выходим из прекрасной прохлады в эту адскую парилку на улице плюс 30 но покупаться в море на ближайшее время еще пока не светит потому что надо снимать видосы для вас друзья мы повернули за угол тут такая стоит установку у 300 ухл 42 что-то еще даже крутится вертится дверь закрыта да ну конечно что и следовало ожидать все внутрянка естественно уже выпилена такой бойтесь кофе вот так открывается по глазу грамм лежа прикольные рычаги для управления такие так а тут у нас написано спорт кафе на это новодел явный внутри было что-то другое я так предполагаю 6 была столовая а здесь есть музей и это все будет в прекрасном состоянии пока тут вот тут все не перебрали здесь перед вами гильотины мало гильотина девушка стоит возле средней гильотина это большая машинка для сшития отчета и машина для подачи бумаги на этой территории перед вами подавай и крути ту ручку крути и уверен ничего глобального не произойдет там нет раствора это раствора для снятия у американцев у нас такого объема была вторая мировая война эти все торпеды это объем второй мировой войны торпеды здесь на этой территории и это тепловая то есть она электрическая 10 раз дешевле чем электрическая то есть 10 таких можно было сделать костюм химзащита уголок гражданской обороны и помощи при отравлениях вставай васян кстати этот васян рабочеспособном состоянии стоит 500 тысяч рублей потому что в нем дофига датчиков ого архив сюда экскурсии не водятся видимо девяносто первый год труды брежнева крымская газета номер 59 от девяносто пятого года фото лаборатория сейчас экскурсовод выйдет это там не сделает смотрите какой старый фотоаппарат экран фото документы такая гармошка такая штука древняя вообще механизма нет прикольно еще одно помещение старые еще телефончики классная дисковая ну да эпоха тех времен конечно здесь сохранена но и понятно что музей и давайте не будем уделять много внимания все таки вы мой канал смотрите не из музеев я думаю что сам завод не менее интересен чем все вот эти штуки я вам покажу его общими планами этот музей и дальше будем немножко параллельно с экскурсией двигаться идем дальше у нас на пути вот такой вот наклонный вход спуск на пригорке в общем то то что нам конечно же интересно лёха включай фонарь и опять с кхеном по мне ползают какие-то муфи тараканы лёху вы его все прекрасно знаете смотрите здесь сохранилась герма дверь в отличие от прошлого убежища не даже любая подперли аккуратненько кирпичиком потому что работает она вполне себе двигается даже уплотнитель на ней на месте решетка забор воздуха еще одна герма дверь еще одна герма дверь типичный изгиб для гашения ударной волны на 25 человек убежище сверху трубу ну пойдемте оттуда посмотрим заметил кстати здесь душно здесь не так прохладно как там ну это просто мечта мечта школьника и фотографа школьника смотрите оранжевые птички из которых наверняка ну ладно я не буду говорить почему эти птички любят наркоманы но то за что они их любят явно в них уже давно нету тут два туалета налево какое-то помещение а тут запас воды был и еще один выход в сторону моря смотрите что так классно устала на реально этими птичками противогазами ну емкость с водой система вентиляции все стандартно для бомбоубежищ так что можно в целом двигаться дальше но современный выключатель конечно же света нету и сигнализация геркончик висит все ладно вылазим вылазиваем местные жители жители народ кто смотрел фильм поддубный наверняка узнают это место здесь снимался этот фильм это декорация к этому фильму все здесь происходил его главный бой в этом же фильме это был полицейский участок но это лишь обустроено под декорацию на самом деле здесь был какой-то гараж суть по всему но на статке киношных декорации остались тут даже открыто давайте посмотрим что здесь такое есть какая-то техническое подсобное помещение было при заводе судя по всему это уже рисовали художники в общем-то как его татуарку выпиливали те кто снимал кино смотрите стена вроде бы каменная сделана под каменная штукатурена на самом деле все это бутафория киношная отсюда мы видим что он сделан из фанеры и это не более чем декорация нас интересует все-таки больше сооружение именно завода здесь снимает кино и территория такая вполне себе живая ну полушевая полуброшенная ну скажем так здесь есть брошенные сооружения здесь проводятся экскурсии как вы видите нас все-таки больше интересуют именно военные секретные когда-то цеха по производству торпед спустившись по лесенке мы попадаем куда-то в сирию или афганистан тут такие вполне себе это декорации естественно как вы уже поняли но забавно на самом деле походить по такой киношной площадке тут прям прям город такой где жили ваххабиты какие-нибудь табличка с названием улице с арабской связи смотрите ну прям реально смотрите мы вышли на площадь она выложена плиткой той самой советской плиточкой которая встречается до сих пор в очень многих подъездах может быть и в вашем подъезде есть точно такая же плиточка здесь она просто лежит под открытым небом уже много-много лет мы сейчас двигаем вон туда туда и запускали торпеды очень сильно похоже сооружение но по сути аналогично как я уже сказал вы видели выпуски из дагестана 8 цех дак дизеля только там он стоял в море далеко в 3 километрах а здесь стоит прямо около береговой линии таком заливе вот эти парапеты вот эти парапеты рассыпаются смотрите это рельсы это рельсы по которым завозили на тележках торпеды их туда везли в общем то мы подходим главной цели нашего визита здесь не обращайте внимание стоит на это теплоход на самом деле из него делаю сейчас яхту какой-то бизнесмен себе выкупил его восстанавливать себе нас интересует вот это место смотрите часть уже обвалилась здесь не надо было людям жить работать как в дагестане на самой территории то есть соответственно мы не встретим не столовую никаких волейбольных площадок и прочего здесь чисто технические помещения для того чтобы работать с торпедами отсюда их туда запускать прямо в море расположился как я уже говорил ну надо сказать что здесь сохран сильно лучше чем в дагдизеле никакие балки не отгнили та же самая плитка на полу огромные ворота просто гигантских размеров три швеллера с кранбалкой еще одни такие же ворота остатки электрощитков это даже кнопочки остались которые можно пожмакать пуск стоп бочки выгнившие окна то есть по сути остался бетонный каркас что мне на самом деле очень нравится здесь она прям классно выглядит вот помещение место откуда собственно и осуществлялся непосредственно запуск самих торпед сейчас я зайду туда немножко по-другому там очень классно выглядит вода смотрите вот здесь еще сохранилась эта конструкция на которой все это подвешивалась грузилась и сюда погружалась торпеда крепилась и отсюда она запускалась непосредственно в море тихо плещется вода лестница стоит пустое помещение ничего нету я боюсь что нам могут не дать залезть на вышку наверх но в целом она не такая уж и высокая отодвигающиеся уже закисшие ворота раз отсек не 20 смотрите здесь сохранился лифт ну конечно зависит замок здесь и здесь причем есть лестница наверх ну-ка классно помните как Каспий сожрал я сейчас вам сделаю вставочку как вот эта же конструкция выглядит на Каспийском море когда она стоит непосредственно в воде далеко от берега но здесь вторая видимо ее отгородили потому что уже в более плохом состоянии тоже конечно подгнил уже так порядочно попасть сюда можно родина что-то там хранится аккумуляторный участок тоже в общем-то все заброшено внутрь прям попасть не получилось но в принципе вы видите остатки былой роскоши мне чем-то миг напоминает вот он с другой стороны к сожалению вход найти не удалось еще одна постройка кстати вот на этом здании очень классные мозаики сейчас покажу с другой стороны мы можно так сказать избавились от экскурсовода за 1000 рублей и да и пошли по территории завода уже в вольном плавании он сказал как бы аккуратно от маршрута это не отклоняйтесь но время покажет насколько мы будем не отклоняться от маршрута тут просто можно уйти на гору посмотрите назад через эту же территорию вернуться уже так сказать в вольном плавании вот мы мы так и поступили сейчас покажем вам что еще есть на этой территории так скажем уже вне рамок экскурсии так что смотрите до конца я уверен что будет интересно ну конечно молодцы мы не взяли с собой воду да мы без воды ни грамма просто ну все как обычно мы лезем в какие-то далекие далекие дали практически без подготовки такая у нас работа поэтому вы нас и смотрите и смотрите до конца ставьте большие пальцы вверх мы продолжаем ворота я вижу ворота со звездами вон там наверху вполне себе по моему действующая станция какого-то дальнего обнаружения тоже военная история еще один цех ну надо в какой-нибудь цех залезть изнутри его показать но меня немножко смутило то что он сказал что действующие фсбшные объекты здесь еще присутствуют я думаю что они наглухо залочены там наверняка кто-нибудь сидит поэтому мы посмотрим то что где выбиты окна и куда можно попасть потому что мы по жести не лазим нам не хочется присесть за соглашение гос тайны так вот смотрите здесь открыто одно из зданий которое скорее всего было общагой ну либо каким-то жилым а может и нет кстати смотри какие тут тут какой-то был видимо спицы вязальные вряд ли на военном заводе был вязальный цех пульт проверки кау 2056 ничего себе тут что-то даже осталось в современной войне без ГО нет не только нельзя победить но и нельзя выжить вот так вот неудобно читать просто было гидроприбор гидроприбор что там такое интересно внутри внутри что-то какая-то документация что ли ну куда эти посмотрим приз ну что они тут эти чайники какие-то делали типа для отвода глаз как обычно это было на военных заводах какие-то такие наклейки слушают наклейки для крутилок для каких-то для пульта управления эта штука стирается видимо и меняется на новую ну да может быть что-то связано типа с такой штукой ну да скорее всего бог в тайной лаборатории давай посмотрим что еще здесь есть это только первое помещение хотя не исключено что стальные будут пустыми но это не точно сейчас проверим уважаемая лариса поздравляем тебя с новым 1984 годом нормально раритеты DDR Russia DDR SS Крымская область Феодосия какой-то ларисе в общем отправляли как бы с этого с гдр обалдеть круто причем оно не распечатано да а не оно скрытое с другой стороны письма чужие письма не будем считать чужие письма ну смотрите тут на стене висит Ильич да конечно с одной стороны разруха с другой стороны количество сохранных всяких артефактов просто поражает невероятно здесь смотрите тоже есть склад с нитками виноградное розовое вино а вот наверное что это такое было а это этот цемент набрасыватель раствор набрасыватель на стену видимо это для него были наклейки да точно их тоже делали на этом заводе да пойдемте посмотрим что здесь на втором этаже есть только пустые стеллажи еще уникально на самом деле в Советском Союзе вот не знаю в других странах было ли такое но это вот классно то что на одном заводе делают в одном цеху торпеды способны уничтожить все на свете а в другом цеху где-нибудь чайники утюги или цемент набрасыватели о здесь неплохо так кстати обрушившийся потолок ого что это за махина такая интересно что что это такое ребята кто знает какой-то экран это для просмотра слайдов наверное но это опять же только предположение строительные работы ого раритет да вообще конечно такая прям зияющие дыры и при этом удивительная сохранность смотрите не знаю а это что-то для тестов смотри варианты ответов не знаю сброс видимо там плата внутри еще живая вот видимо карточки которые в эту стук вставлялись с вопросами где учитываются грузоподъемные машины не подлежащие регистрации в органах технодзора четыре варианта ответа не знаю не знаю не знаю но ну да это какое-то видимо строительное училище было причем возможно возможно он к заводу кстати не имел отношения потому что он стоит немножко подаль но территория это вот пожалуйста свободный проход сюда тоже можно попасть вот они слайды да и скорее всего для слайда бочонки лежат целая куча набросан спирт изобутиловый фуксин основания глюкоза обалдеть смотрите какие стенды классные реально похоже что это было училище это было не было не общага а какое-то училище что-то где-то упало это ветер ветер играет рваными цепями окна здесь забиты видно съемочную площадку на пусковую станцию ванна склад ну и последнее помещение ого здесь прям кусок потолка обвалился ну тоже шкафы какие-то коробки с какими-то изделиями а ну те же самые спицы тебе не нужны вязальные спицы 2 миллиметра двухконцевые с гибкой вязью тут их прям полно лежит а вот еще какое-то помещение ну тоже в общем-то обрушено ну вот такое интересное здание у нас на пути встретила пока шли по территории откуда-то из заброса вылез охранник ему сказали что мы возвращаемся с экскурсии он вроде ну слился куда-то но самое обидное что вот мы не попали в те большие цеха ну потому что видимо там действительно есть по-прежнему что-то действующее хотя с виду они такими не выглядят но территория вы сами видите она такая относительно живая то есть в ней есть заброшенное строение но есть и не заброшенное я использую для экскурсий для съемок различных фильмов место такое симпатичное колоритное прям как раз для этого так что выжимают просто и спокойно уже этого завода из остатков из его все что могут но по своему прямому значению он конечно не работает потому что все эти торпеды делают под питером все производство находится там а здесь как испытательная база он уже не постребован поэтому обстоят дела так как есть так как обстоят да спасибо до свидания ну кстати помните эту штуку из банка если что вот сейчас ссылочка в описании будет но мы в общем то вышли с проходной получилась необычная такая полуэкскурсия полусталк надеюсь что она вам понравилась если это так ставьте большие пальцы вверх подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали и да вот эта надпись за моей спиной это не нас не за отделение выпустили там просто такая проходная в общем я с вами прощаюсь до скорых встреч с вами был кот Леха Леха пока пока ребята не забывай не забывай не забывай